Новости епархии В Якутске прошел крестный ход Жизнь в православии Подведены итоги конкурса студенческих хоров Песни Победы Идем в храм Как бороться с грехом чревоугодия Расскажет и Роман Аксимеон Шестое воскресенье после Пасхи Неделя о слепом На примере слепорожденного Исселенного Иисуса Христом Святая Церковь представляет нам образ грешника Который есть слепец от рождения Потому что все согрешили и лишены славы Божьей А дарованием чудесного света Духовным и телесным очам слепца Поучает, что просветитель истинный Один Господь И только в свете его Можно узреть истинный и спасительный свет Дайджест сайта Якутия православная Епископ Якутский Ленский Роман Принял участие в торжественно-траурной церемонии Поклонимся Великим Темгадан Состоявшийся на площади Победы В городе Якутске Вместе с архипастырем К памятнику воину-победителю Возложили цветы тысячи жителей города Праздничные мероприятия Посвященные Дню пожарной охраны В пожарной части города Мирный Начались с общей молитвы личного состава У часовни, освященной в честь иконы Неопалимая Купина Сайт Якутской епархии Все новости православного мира Якутии В Якутске состоялся пасхальный крестный ход Посвященный 70-летию Победы В Великой Отечественной войне Почтить память павших воинов И всех жертв войны Пришли представители власти, казначейства Студенты Якутской духовной семинарии Учащиеся в высших и средних учебных заведениях города Прихожане, жители и гости столицы Возглавил шествие Епископ Якутский Ленский Роман Во время крестного хода мы будем молиться Чтобы Господь укрепил нашу страну И нашу республику Чтобы за наши грехи И за наши ошибки Никогда не попускал нам Подобных бедствий Подобных Второй мировой войне Мы будем молиться об упокоении И памяти всех вождей и воинов На поле брания за веру и отечество Жизнь свою положивших Мы будем молиться и просить Господа Чтобы Он, великий победитель смерти и греха Даровал нам эти победы совершать в самих себе И мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил каждого жителя нашей республики Миром и благоденствием Праздничное шествие началось от главного храма Якутии Преображенского кафедрального собора И завершилось на площади Победы Традиционно в крестном ходе принял участие и мэр города Канун Великого Праздника, Дня Победы Прихожане, верующие города проходят крестным ходом К часовне Георгия Победоносца Где возносят молитву во славу той победы Великой Победы всего нашего народа И, конечно же, мы все помним, что Самые тяжелые дни войны Русская Православная Церковь всегда была со своим народом Сегодня мы молимся о тех миллионах погибших на фронтах войны Погибших в тылу наших согражданах О том, какой тяжелой ценой была добыта эта победа Молимся о покоении всех душ И вот это мероприятие тоже с каждым годом у нас приобретает Такие очень хорошие черты Уже больше и больше людей участвуют И, конечно же, это тоже придает, я считаю, торжественность Всем нашим праздничным мероприятиям, посвященным юбилею Великой Победы Крестный ход с иконами и хоругвями С пением пасхального канона прошел по улицам города Отрадно отметить, что в этом году присоединилось очень много молодежи Студенты и школьники Для которых это мероприятие выглядело особенно торжественно и празднично Это праздник для меня, то, что одержали победу, то, что все хорошо Якутская епархия уделяет особое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения Вовлечение в мероприятия епархии молодых людей является важным шагом в работе духовенства с молодежью Поцерковление подрастающей молодежи, привитие им основ духовно-нравственной культуры Через приобщение, участие в крестном ходе, это очень много дает для них По сравнению с прошлым годом у нас на крестный ход пришло очень много студентов И главное, видна радость в их глазах и желание прийти в храм Крестный ход завершился на площади Победы у Георгиевской часовни, где было совершено молебное пение святому Георгию Правящий архиерей епископ Якутский Ленский Роман обратился ко всем участникам с проповедью, в которой привел высказывание святейшего патриарха Кирилла О том, что победа была чудом Божьим, дарованным по молитвам воинов и тружеников тыла С помощью Божьей можно преодолеть все, подчеркнула архипасты Пасхальный крестный ход с каждым годом приобретает все большую популярность у якутян Посвященный 70-летию Великой Победы, он вызвал особый патриотический интерес горожан и молодежи В преддверии празднования юбилея Великой Победы Якутская епархия учредила конкурс-фестиваль студенческих хоров в песне Победы В котором приняли участие хоровые коллективы вузов столицы О том, как родилась идея, рассказал правящий архиерей епископ Якутский Ленский роман Две причины побудили нас организовать этот конкурс Первое – юбилей Великой Победы, 70-летие, которое в этом году будет отмечать вся Россия С благоговением, с молитвенной памятью павшим героям Ну и вторая цель, которую мы положили в основании этого мероприятия Возрождение хорового пения Мы даже не ожидали такого большого количества участников И такого высокого, с нашей точки зрения, уровня мастерства Первое место получил сводный хор Северо-Восточного федерального университета С песней «Никто не забыт, ничто не забыто» на якутском языке Участников оценивали опытные музыкальные педагоги и специалисты в области культуры Возглавила жюри, преподаватель хоровых дисциплин и руководитель хоров Людмила Шумилова На мой взгляд, самая главная критерия – это музыкальность и духовность Потому что можно даже допустить неверную ноту Но самое главное, чтобы тебя зацепило, что происходит на сцене И были коллективы, которые не занимаются музыкой, а оказались впереди Именно потому, что от их пения у нас трепетала душа Появлялись мурашки, за такое слово могу сказать Происходило какое-то возрождение души Гран-при конкурса фестиваля получил хор студентов Якутской духовной семинарии С песней «Там за туманами» и песнопением «Великого вечерия» «С нами Бог» Гала-концерт закончился совместным исполнением всех участников Под аккомпанемент Оркестра духовых инструментов филармонии Якутии И солиста заслуженного артиста России, народного артиста Якутии Александра Самсонова, марша «День победы» В нашу редакцию продолжают поступать многочисленные вопросы В частности, зрители интересуются, как избавиться от греха чревоугодия На этот вопрос ответит и Романак Симеон Чревоугодие, как и всякая страсть, гнездящаяся в человеке Является вследствием греховного устроения человека К сожалению, подчас эта страсть настолько снедает человека Что он становится рабом этой страсти и уже не в силах с ней бороться Однако церковь, имеющая, как великие сокровища от Господа и Спасителя Аскетические средства, покаяние, молитву и пост Предлагает всем верным чадам ими воспользоваться Для того, чтобы победить любую страсть Поэтому всякому человеку, одержимому неважно какой Страстью чегоугодия или горделивости Или другой любой страсти Нужно молиться, поститься и каяться перед Богом в своих согрешениях Для того, чтобы борьба с грехом была успешной Мы должны ясно понимать, что из себя представляет грех Когда мы согрешаем, то совершаем нечто противное Божией воле Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok